Всем добрый день! Давайте, скажем так, предыдущие ораторы сказали о тех проблемах, которые есть в Украинской залезнице. В целом, я все-таки вагонный грузовой. Я могал рисовать, ну, построим так, скажем, моё выступление. Сначала проблемы, а потом возможные пути решения. И немножечко анализа, да? Значит, смотрите, я работаю осмотчиком вагона с 2004 года. То есть я как пришел в вагонный депутат, в ременчук, так, по сегодняшний день я в этой профессии. И вы знаете, то, скажем так, трансформация проблем происходила определенная. То есть когда я пришел в 2004 году, основная проблема вагонного хозяйства, именно грузовых вагонов, это было повреждение во время вывозки. Так называемые трейперные вагоны, опрокиданные и так далее. И замыливание глаз представителями Украинской залезнице, которые находились в портах и на местах вывозки. Я имею в виду это западная и южная часть Украины. Потом определенный период, где-то что-то начало налаживаться, улучшился ремонт. И потом бац, примерно, скажу так, я еще застал время, Георгия Кельпы, когда функционировался бюджетный транспорт абсолютно нормально. Потом начались вот эти вот все веки и шатание в сторону. Значит, с чего все началось? Началось все с того, что просто стали не уделять никакого внимания ни эксплуатации, ни ремонту для Повскому грузовых вагонов. Что, в конечном итоге, это привело. В конечном итоге, это привело к тому, что просто, я не знаю, по-моему, это был 2010 год, когда стала всем известная станция Шлюзы, Южной железной дороги. Что произошло? То есть, абсолютное невнимание к тому, как происходила гриферная выгрузка, привело к тому, что у нас стояло 110 вагонов, просто повреденных гриферами. И вот из-за этого поднялся огромный скандал. Собрались представители Укрзалезницы, Южной железной дороги и так далее. Тут были практически все вагоноремонтные грузовые депо со всех дорог Укрзалезницы. В конечном итоге, что-то разбирали, 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 сделали виноватых, опять же, представители Укрзалезницы, потому что делаем плохо деповскую ремонт. То есть, то, что происходит гриферное выгрузка, повреждение вагонов, это уже особо никого не интересовало. Второй нюанс. Вроде бы как-то где-то что-то стали переходить вагоны в собственность, стало немножечко улучшаться состояние техсостояния вагонов. Почему? Потому что собственники начали, принимая собственность вагоны, производить от деповского до капитального ремонта вагоны сами. То бишь, качество ремонта действительно улучшилось. Но опять же, проходит определенное время, и у нас остается все та же проблема. Гриферная выгрузка вагонов. Основное повреждение вагонов происходит именно там. Тут, бац, где-то 2014-2015 год, новая пошлисть. Разоборудование тормозной системы вагона. То бишь, получается просто, я понимаю, что здесь сидят и узкие профессионалы, и узкие. Я объясню немножечко на примере. То есть, представьте себе состав, у которого нажатие должно быть при самых минимальных коэффициентах. Ну то есть, я так понимаю, машинисты вагоники понимают. Тут есть представители моей обоматы, кримчугского жидотехника. Вот тоже прекрасно поймут, о чем я говорю. То бишь, если у нас при самом минимальном коэффициенте, 2028, должно быть нажатие 1388 тонн на сил в составе, при весе около 5000 тонн, да, то у нас фактически получается 1036. Просто не для профессионалов, я вам объясняю, что это. Это просто будет происходить следующее. То есть, когда нужно будет машинисту затормозить этот состав на подъеме или на спуске, он будет использовать экстренное торможение. Просто, потому что иначе он его не остановит. А теперь смотрите, по параллельной ветке, в угодный участок, параллельная ветка может двигаться в пассажирский поезд со скоростью 70-80. Едет наш, где-то неисправно, где-то заклинивает, допустим, колесная пара, и сход, минимальный сход. Что мы в итоге получим? Мы в итоге получим большие жертвы, и просто лозунг «Беспека, руку, цежитя» остается исключительно просто на бумаге, как он был, так он и есть. То бишь, основная проблема лоханового хозяйства на сегодняшний день – это абсолютная глухота, абсолютная просто безграничная глухота наших руководителей. Почему так говорю? Потому что я как член ГОНИПРОФСОЮЗА, мне приходилось идти в два раза пикетировать Укрзалезненцию. И вы понимаете, когда в конечном итоге кто-то, что-то выходит все-таки наконец-то к людям, начинается какой-то более-менее здравый возможный диалог. Знаете, что мы видим? Мы видим стеклянные глаза. Мы видим стеклянные глаза наших руководителей, которые просто вообще не понимают, о каких проблемах мы говорим. Мы говорим о узкоспециальных проблемах, которые просто потом снежным комом накатываются, 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 и в конечном итоге мы получаем просто в эту вот самую пыль… Мы просто получаем небезопасное движение, а обычную надпись на бумаге. Все, в конечном итоге. Я говорю, к чему это приведет и как это приведет? Ну, по сути, сейчас, я думаю, многие и на форуме «Залезничники», и на фейсбуке «Польшой Залезничник» и так далее видят, какое огромное количество сходов подвижного состава в последнее время. И вы понимаете, это не какой-то там черный период. Это закономерная цепочка, которая приходит вот к этому, к этому и этому. Потому что в 2004 году, когда я пришел работать в ОНД Покременчук, все-таки было определенное уважение, был определенный статус, профессия смочника вагонов. Я вам скажу откровенно, приходилось давать экзамены, приходилось как бы серьезно относиться к своей работе и быть профессионалом. Сейчас, в 2018 году, у меня ребята, ну, то есть, когда относятся к очередным экзаменамам, у нас каждые два года у нас идут очередные экзамены по профессии. То я говорю, да, давайте там выйдем на полигон, туда-сюда. Ну, так, Кирилл Васильевич, ну, конечно, мы тебя уважаем, да, хороший парень, профессионал. Но пойми правильно, а зачем? Зачем, если все равно те инструкции, которые пишутся, они пишутся для бумаги? Зачем, если безопасность движения просто в конечном итоге остается лозунгом на бумаге? То есть, зачем все это нужно? В конечном итоге вот эти два фактора. Наплевательское отношение со стороны руководства. В конечном итоге приводит к наплевательскому отношению со стороны исполнителей. И вы понимаете, мы получаем уже бомбу даже незамедленного действия, а бомбу, которая уже работает. То бишь, у корзалезницы, скажем так, транспорт из самого безопасного вида транспорта превращается просто в непонятный. Непонятный, потому что, когда этот, скажем так, налаживаемый механизм дозволит, когда эти два с половиной коэффициент запаса, который залаживался в наши грузовые вагоны, просто иссякнет, мы не знаем. Опять же, да, проблемы, в принципе, проблемы обрисовали. Теперь пути решения. Вы знаете, я всегда, когда какие-то там идут припирания с руководством, ну, с вагонного депо, где вы там приезжали из южной дороги, с укрозалезницы, по крайней мере, такие диалоги не величины, вот кроме пикетирования, зададут вопрос, ну так а как вы видите выход из ситуации? Вот видите, вот нам связывают руки тем и сем. Вот у нас, допустим, есть система прозора, по которой мы должны делать закупивы. Вот, выходит на тендер только два представителя, они завышают цены и так далее. Вы знаете, я вам скажу одно. Я работаю на станции Золотнишна, в какой-то мере мне повезло, да, потому что рядом с нами находится Полтавский блок, и я вижу, как организована, скажем так, работа, ну, железнодорожного цеха и дочернее предприятие, что в Городранспорт есть. Это, которое производит ремонт вагонов. То бишь, я объясню, система как работает, да, я, как осмочил вагонов, нахожу брак, размечаю, выписываю 23-ю, он поступает на ДП Ферротранс, вот я пришел к нему смену, да, я его забраковал. Начну смену, он выходит в составе, уже отремонтированный до уровня ТЭПа. Заменены запчасти, получается проверить на воздухе и так далее. То есть смотрите, в принципе, не, я, конечно, понимаю, что Полтавский блок по объемам, по количеству людей, это не сравнить с укрозавязницей. Может вопрос в том, что просто там люди, профессионалы находятся на своем месте, может быть, поэтому система так и работает, потому что люди профессионально настроены. Если на укрозавязнице ты выходишь и спрашиваешь у руководителя по той или иной, ну, скажем так, узкие технические проблемы, о которых, ну, как бы должен понимать руководитель отрасли, потому что, а зачем он там находится? Менеджеры? Ну, как бы менеджер, знаете, как я всегда говорю, менеджер – это человек, который должен продать товар. Укрзавязница – это товар, который продается, потому что, ну, мы монополисты в своей отрасли, мы монополисты по перевозкам, скажем так, хозяйственных грузов. И нас никто не сможет этим перекрыть. Ну, давайте откровенно. В ближайшие лет 150, пока не придумают еще каталоговый транспорт, который будет летать по воздуху, мы монополисты. То есть, зачем нас продавать? Наши услуги и так востребованы. То есть, как бы, Кременчурский узел – это вообще очень яркий пример по количеству отрузки, даже по южной железной дороге. Поэтому здесь, скажем так, не нужно изобретать велосипед по новой. Поэтому, как бы, вы знаете, опять же, мы приходим к решению проблем все к тому же и к тому же факту, к человеческому, то бишь к профессиональному уровню руководителей. Потому что от профессионального уровня руководителей начинается и в конечном итоге потом спускается до профессионального уровня исполнителей. Почему? Потому что если руководитель не знает свою работу и не может проконтролировать так, как она должна быть, соответственно, исполнитель ее тоже делать не будет. Хорошо это или плохо – не знаю, это правда. Это то, что сейчас проходит науку «Разалезницы». Поэтому единственным ключевым фактором, который сможет как-то повлиять на ситуацию, скажем так, лучшую сторону, это необходимость все-таки того, чтобы пришли не менеджеры, не какие-то там непонятные, раскрученные в своих сферах, там, допустим, юристы, экономисты. Хотя экономисты тоже важны, но опять же, тут у нас немножко другая ситуация. Нам необходимо просто настроить нормальную, грамотную хозяйственную деятельность науку «Разалезницы». Без людей, которые прошли… Я просто знаю, что, Виктор Николаевич, не ступай, вы начинали с машинистов? Со слесарем. А, даже так, даже со слесарем. То есть, ну, почему привожу то науле? Потому что моему отцу в свое время посчастливилось на Ужарской дирекции работать с Георгием Николаевичем Кирпой. Так вот, Георгий Николаевич начинал с простого дежурного поставки. И то есть, когда он пришел, он понимал, как эта система работает и что нужно исключить для того, чтобы она работала эффективнее. В данном случае, в данном случае, да, я как бы тоже вижу, что если придет профессионал в нашу сферу, наконец-то придет профессионал, а не менеджер, какой-то раздутый непонятный менеджер, человек, который руководил этой отраслью, причем достаточно эффективно, как бы там ни было, что бы там ни было. У нас есть возможность для изменений, для изменений в лучшую сторону. Наконец-то организовать работы Укрзаливной сети так, как она этого заслуживает. Так как заслуживают уже эти измученные люди, потому что, понимаете, дикий отток кадров, он же на чем сказывается? Он сказывается на том, скажем так, объем работы. То есть, если я приходил в 2004 году, это было одно количество людей на одно количество составов. Сейчас в 2018 году это на 3 на 4 человека меньше смены, а количество составов практически то же самое. А почему я говорю о том, что, ну, как бы нас не надо регламировать. Как было количество грузов, так оно и остается, оно не снижается. Возможно, где-то есть вопросы по Каглысской, но там, извините, там заиграли с коррупцией. Это уже немножко другая сфера. А по сути, по сыпучим грузам, по зерновым, Укрзаливной, как перевыполняла планы, так и перевыполняет. Поэтому нужен просто человек, который сможет поставить это в нормальное, логическое звено. Который просто сможет сделать из этого хаоса нормальную цепочку, которая приносит деньги, и которая наконец-то будет называться с гордостью Укрзалезницы, а не Шарашкиной конторы.